44 градуса северной широты, 37 – восточной долготы. Координаты небольшого клочка земли в Краснодарском крае. При приближении из космоса видно, как эта точка приобретает очертание креста. Это место, которое стало братской могилой почти для 18 тысяч советских солдат. Это была мясорубка. После боя всё было усыпано трупами. Когда с детьми вылезли из подвала дома на улицу, пришлось идти прямо по мёртвым солдатам. Очевидцы тех событий вспоминали, как последние дни весны 1943 года превратились в маленький ад для Крымска и его окрестностей. 26 мая началась битва за высоту 121,4. Ветераны отмечали, что бой был очень ожесточённым. Ожесточённым настолько, что рукопашность считалась на фронте редким явлением. А здесь дошло до того, что особенно 27 мая шёл встречный бой, когда люди уже сражались не только огнестрельным оружием, но штыками, прикладами, били друг друга гранатами, как колотушками, душили. Уступать небольшую сопку, высоту 121,4 в 12 километрах от Крымска, не хотел никто. Для немцев это одна из главных оборонительных позиций во всей голубой линии – цепи фашистских оборонительных сооружений, которые растянулись почти на 150 километров – от Темрюка до Новороссийска. Взять эту высоту для советских бойцов означало разрезать один из самых сильных узлов обороны в немецком поясе на Таманском полуострове. Высота 121,4 на тот момент находилась напротив посёлка Мелехово, ныне экономическое. Именно в этом месте было таким ключевым выступом и контролировало сразу направление на Чёрное и на Азовское моря. На десятки километров это было ровное-ровное открытое пространство, которое с этой высоты прекрасно просматривалось. Можно было даже на 40 километров хороший артиллерийский дальномер рассматривать морщины на лице человека, а уж тем более простреливать всё это пространство. Чтобы попытаться понять хоть самую малую долю того, что испытывали советские бойцы, идя в атаку, достаточно приехать на это место сейчас. С высоты те же самые бескрайние поля, ни единого дерева в ближайшем радиусе. Для отстрела идеальной позиции не придумаешь. То, что гитлеровцы с высоты явно чувствовали себя уверенно, по словам историка Сергея Ростовского, говорит и тот факт, что немцы, по сути, прозевали атаку советских солдат. Просто не думали, что наши выйдут из леса единственного укрытия на простреливаемое пространство. И для этого ещё нужно было преодолеть полтора километра болот. Преодолели. К девяти часам утра 26 мая 1943-го высоту взяли советские бойцы. Правда, немцы опомнились быстро. Выпустили 600 бомбардировщиков. С воздуха на наступавших солдат обрушился град авиаударов. Половина бойцов погибла. В том числе 70% офицерского состава. В первый же день атаки советские батальоны остались практически без командования. Высота снова перешла к немцам. Во многом за счёт поддержки с воздуха. Именно здесь в мае 1943-го года произошло одно из крупнейших авиационных сражений Великой Отечественной войны. Участники тех событий вспоминали, в небе могли биться до 300 самолётов. Из-за такой плотности крылатых машин в воздухе некоторые просто шли на таран. Практически каждые 20 минут сбивали по одному самолёту. Лётчики выпрыгивали из горящих машин с парашютами, но их тут же расстреливали с земли, как мишени. Мёртвых ветром их уносило в лес на деревья, где они на белых парашютах оставались висеть, словно привидения. В небе над Крымском свои подвиги совершали такие асы, как Александр Покрышкин, Евдокия Бершанская, Александр Кожедыб. Пока в самолётах бились за мирное небо, на земле высоту 121,4 контролировали то одни, то другие. 27 мая, когда всё-таки нашим войскам удалось закрепиться на половине вершины, расстояние между окопами иногда составляло 80 метров. Как говорили бойцы, два броска гранаты. И поэтому вершина поочерёдно переходила из рук в руки. Наши батальоны занимали её, немцы выбивали их миномётным, артиллерийским или авиационным огнём, поскольку был приказ ни шагу назад. 8 июня советские войска окончательно укрепились на позиции. О неделе раньше в военных донесениях уже впервые появилось упоминание «Сопка героев». Так высоту 121,4 прозвали сами солдаты. Здесь, как вы видите, были очень тяжёлые бои. Эта высота несколько раз переходила из рук в руки. И в конце концов она осталась в наших руках. Немцы перестали контраковать, потому что поняли бесполезность своего. Глядя на диораму, посвящённую битве за «Сопку героев», Олег Васильевич Бредихин будто сам переносится в нарисованный мир реального сражения прошлого. Хотя ветеран служил недалеко от «Сопки», в боях за высоту не участвовал. Зато познакомился с товарищем, память о котором пронёс через всю жизнь. Спустя десятилетия добился, чтобы его именем назвали школу, которая находится в километре от «Сопки героев». Вот немец стоит с автоматом поднят, да? А у него в левой руке автомат, а в правой руке малая саперная лопата. Это Иван Трофимич Юркин. Посмертно – герой Советского Союза, погибший в боях на рубежах 121 высоты. Один почти из тысячи героев, оставивших свои жизни в мае 43-го под легендарной «Сопкой». Получая из рук губернатора юбилейную медаль в честь 70-летия Великой Победы, Олег Васильевич Бредихин признаётся – рядом представляет своего товарища, лейтенанта Ивана Юркина, который, как и все, кто сражался за родную землю, должны слышать слова благодарности. Мы находимся в преддверии великого праздника, юбилея, 70 лет. Задача живущих сегодня – сохранить память о тех, прежде всего, кто не дошёл до этого дня. Мы должны всегда помнить об этих людях. Мы всегда должны рассказывать о их героических подвигах. Мы должны помнить тех, кто, конечно, не только сражался, но и кто восстанавливал послевоенное время нашу экономику, разрушенное народное хозяйство Кубани. Как известно, здесь были тоже серьёзные сражения. Очень много погибло наших земляков, сражаясь за независимость, за настоящее будущее не только нашей страны, но нашего любимого края. Всё, что вы сделали – это не напрасно. Наша Россия, наша страна крепка, как никогда. Сегодня очень многие хотят в мире, чтобы мы были слабыми, зависимыми экономически, политически. Но я уверен, и как тогда, в 41-45-е, и сегодня это не удастся никому. Победить русский народ никому ещё не удавалось. Солдатов, воевавших Великую Отечественную войну, в живых в край осталось 9544 человека. Не так много лет прошло, чтобы забыть об истинных победителях. Некоторых из них до сих пор находят в земле, которую они защищали. Точно неизвестно, и сколько бойцов ещё лежат вокруг сопки героев. На фотографиях со спутников, которая напоминает крест на братской могиле советских солдат. Александр Иванченко, Виталий Прилепский, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24.